В республиканском наркодиспансере появится 15 отрезвительных койко-мест. Такое решение появилось после ужесточения законов о продаже алкоголя. Сегодня в столице прошел очередной рейд по проверке ларьков и киосков на предмет соблюдения правил алкогольной торговли. В Чебоксарах 127 торговых точек, где запрещено продавать пиво и алкогольную продукцию. С начала года представители мэрии и полиции проверили 50 киосков, составили 10 протоколов на продавцов и индивидуальных предпринимателей. Сегодня в Чебоксарах прошла очередная проверка. В этой торговой точке в киоске продукцию с витриной не убрали, а аккуратно прикрыли газетой. Проверяющие совершили контрольную закупку. В киоске пиво не продали, хотя в холодильнике продукция стоит с ценниками, а на витрине красуются горячие предложения. Сегодняшний наш выезд показал, что вчера, позавчера составлено было этим же индивидуальным предпринимателем протокола. Они сегодня продолжают и имеют в ассортименте и витринах своего торгового объекта пиво и пивные напитки. Если в ассортименте товар имеется, значит они ее продают. Мы с вами подошли, например, они могли нам не продавать, но мы узнаваемые лица. А то, что придет другой человек, гражданин, пожалуйста, они продадут с удовольствием и с легкой руки. Видно, что непроданной продукции еще много. Чтобы получить прибыль и не избавляться от продукции, некоторые срочно переоформляют документы и становятся объектами питания. Закон, который сегодня требует от предприятий общественного питания, совсем другие требования у них. Для организации предприятий общественного питания у нас в обязательном порядке должно быть зал обслуживания. У них должен быть обязательный паспорт предприятия, должен быть обязательно паспорт кадастровый, что они устали, кадастровый учет. И у них должен быть обязательно, как стационарный торговый объект, значит документы для ввода в эксплуатацию данного предприятия. При проверке работы другой торговой точки на улице Эльгера обнаружились нарушения. Товар не убран с витрины, а надпись, похоже, сделана для отвода глаз. Во время контрольной закупки продавец отпустил и мужчине бутылку пива. На продавца этой торговой точки составили акт. Нарушителям закона грозит штраф. С физических лиц взимут от 3 до 4 тысяч рублей, с предпринимателей от 30 до 40 тысяч. Пиво продажи нет, не уговаривайте, оно все на витрине стоит с ценой. Покупать вы видели, да? Видел. Каждый день покупают? Каждый день покупают. Ну, раз он на витре не стоит. Раз он на витре не стоит, как его нет? Не покупают. Конечно, народу нет и не продают. И милиция наша, полиция ходит, это видит все и ничего не делает абсолютно. В общем, неудивительно, что несмотря на все усилия законодателей, статистика пьяных преступлений продолжает расти. В 2012 году зарегистрировано 1517 преступлений, совершенных нетрезвыми горожанами. В 2011 году таких преступлений было 1100. Рост правонарушений вынудил власть восстановить отмененную меру. Отрезвление, появление специализированных коек при диспансере, надеются в МВД республики, повлияет на уменьшение количества преступлений, совершенных в нетрезвом виде. Это, если не аналог медицинского отрезвителя, что что-то более-менее будет приспособленное к тому, чтобы туда доставлять именно пьяных граждан, и они там пребывали какое-то время. Надеюсь, что всплеска, роста вот этой динамики в первом полугодии 2013 года, как-то было в 2012, в городе наблюдаться не будет. Татьяна Молокова, Оксана Александрова, Андрей Шоклев, Республика.